Знаете, когда читаем мы новости, то рождается такое странное чувство. Люди гибнут, по-настоящему гибнут. Но похоже, что искусственная игра навязывается всем очень даже ловко. И без этой искусственной игры невозможна вообще наша жизнь. То есть наша жизнь полностью завязана на искусственную игру, которая происходит сегодня в мире. Сделка о перемирии между Израилем и Хамас предполагает четырехдневное прекращение огня и освобождение заложника. Хамас должен освободить 50 израильтян, взятых в заложники 7 октября. Израиль – 150 палестинских женщин и подростков, находящихся в израильских тюрьмах. Нет, скажете, вы, конечно, сделка невыгодная. Там 150, здесь 50. Дело не в этом. Вообще, как бы, есть, когда возможность освободить, надо освобождать. Но позвольте, 7 октября взяли в плен. 7 октября. А сегодня уже конец ноября. Более полутора месяцев заложники находятся в плену. Причем в самых жутких условиях. За это время многие умерли. За это время никому не нужно особенно торопиться. Ведь те, кто ведет переговоры, для них это игра. У меня такое складывается впечатление, что это игра для тех, кто ведет переговоры. А для тех, кто является родственниками этих людей. Да это горе. Это горе и трагедия. Поэтому Израиль ведет переговоры не спеша. Россия тоже подтягивается и тоже с какой-то стороны там на Хамас. Якобы имеет влияние. Все это не спеша. Но куда им торопиться? Это же не их жизнь. Тех заложников, которые находятся внутри, в тюрьмах. А вот Египет заявляет, что перемирие между Израилем и Хамас может быть продлено на один-два дня. Представители Египта заявили в субботу, что получили положительные сигналы от обеих сторон относительно возможного продления перемирия Израиля с Хамас на один или два дня. То есть не на четыре дня. Один или два дня. Двенадцатый канал в Израиле также сообщает, что перемирие может быть продлено на один-два дня, чтобы освободить большее количество израильских заложников. Как они якобы все беспокоятся о заложниках? На самом деле это не похоже на беспокойство о заложниках. И так сентиментально публикуют фото. Это вот теперь, а прошло, я говорю, более полутора месяцев. Фото освобожденных заложников из Таиланда и Филиппин. Организация, представляющая семьи заложников Хамас, опубликовала фотографию граждан Таиланда и Филиппин, освобожденных в пятницу. Форум заложников и пропавших без вести семей также перечисляет имена для того, чтобы возможно их найти. По словам представителей организации, они находятся в постоянном контакте с иностранными посольствами и продолжат координировать свои действия с ними до тех пор, пока все заложники не будут возвращены. Россия еще до сих пор возвращает, хотя друзья с Хамас. Когда понимаете вы, что Россия стоит за Хамасом, да, сзади и помогает, то освобождение заложников, ну, вообще-то, должно было произойти в первые два дня, ну, три дня максимум, а прошло полтора месяца. Так вот, выгодно или нет иметь заложников? А России нужно их возвращать назад? Тоже вопрос большой, да, нужно или нет России возвращать их назад? И очень важная тема Голодомора всплывает. Владимир Зеленский выступил с обращением в День памяти жертв Голодомора. Ну что же, не стремились или стремились кто-то истребить, не смогли, но зато теперь в этой войне истребят всех до последнего украинца. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 90-й годовщине после событий Голодомора. Украина никогда не забудет миллионы наших соотечественников, замученных голодом. Так написал Зеленский в соцсети Twitter, которая теперь называется X. Но это Илона Маска, сеть. Китайские военные в субботу вытеснили американский эсминец USS Hopper. Незаконно вошедший в территориальные воды КНР у островов Сиша в Южно-Китайском море. Сообщает телеканал китайский со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая. Старший исполнительный директор газовой компании Гайл заявил, что Индия рассматривает возможность создания первых стратегических хранилищ природного газа. То есть Индию станут использовать как хранилище природного газа. Потому что Индию развивать никто не собирается. Сделать жизнь в Индии прекрасной? Зачем? Лишиться дешевых рабочих рук, а еще полневшие индийцы вдруг захотят выгнать хранилище газовое из своей страны. Ведь это тоже опасно. Поэтому очень выгодно, когда они все бестолковые, все необразованные и не понимающие, что происходит на самом деле. Такая ситуация, когда Индию делают, да, частично хранилищем для не только газа, но и нефтепродукты будут там храниться. Потому что Россия закрывает свои ворота. Россия опускает железный занавес. Поэтому в России нельзя будет это делать. А вот в Индии очень даже запросто. То есть никто их не спрашивает особенно. Ведь индийцы, их, ну, скажем, люди высокого полета, элита, конечно, согласятся. Да кто их будет спрашивать? Не согласятся, уберут. Поэтому приходится соглашаться. Да, и денег у них ни у кого нет. Поэтому откупятся малыми деньгами. Вот что происходит в мире сегодня. У нас сегодня 25 ноября 2023 года.